Доброе утро! Начинаю опять трансляцию утреннюю. В основном я делаю для первичных из нашей церкви. Рад приветствовать всех христиан, которые и даже просто слушатели, которые готовы послушать утреннее слово. Для чего все это я делаю? Только для одной конкретной цели. Есть разница между знаниями, есть разница между навыками. И нам каждому Бог дал 24 часа для того, чтобы совершить свою работу. Вся земля, вот тут началось, она совершает волю Божию. Зима сменяется весной, весна, летом и так далее. И Бог все совершает. И Господь послал своего Сына Иисуса Христа только для конкретной цели, чтобы мы с вами имели спасение и совершили работу Божью. Итак, каждому из нас дано 24 часа. И мы должны увидеть Божий план в этом дне. И вот сегодня уже пятница. Я хотел бы, чтобы мы опять вспомнили, о чем я проповедовал воскресенье. И я проповедовал из первой книги царств, первая, третья глава, что когда у Анны не было детей, она в своей молитве пришла и начала молиться согласно Божьей воле. И эта воля, она заключалась в том, что если ты мне дашься, я дам тебе его на служение. И тогда Бог ответил. Бог ответил не потому, что только еще Анна молилась согласно Божьей воле. У Бога еще были проблемы с сыновьями Ильи. Потому что Илья был старым, и сыновья его не любили, Господа. Знаете, вот я вот 17 лет, я вижу, мы в масте своей тоже часто любим развлечения, какие-нибудь конференции, какие-нибудь общения, какие-нибудь выезды. А вот по-настоящему любить, служить Господу, любить Его Слово, каждый день искать Его воли и жить, Его присутствие, наслаждаться. Это вот, ну, я заметил, не все это любят. Мы всегда любим, когда нам кто-то делает хорошо, добрые дела. И мы считаем, что так должны в отношении к нам истинно верующие люди поступать. Но каждый из нас, он должен понять, что первый заповедь сказал, возлюби Господа всем сердцем, всей душой. Поэтому нам надо любить, просто быть с Богом, Его присутствием, и каждый день искать Его воли, чтобы отрабатывать Его навык. Кто-то утром встает, и он понимает, что утро Господь надо делать, и если Он сосредотачивается на Божьей воле, то рано или поздно этот человек получит водительство. Если человек смотрит это слово вечером или нерегулярно, то, ну, я сейчас отпрощаюсь больше к своим верующим из нашей церкви, то, так сказать, его вся жизнь хаотична. И вот сегодня я хотел сделать три вещи, на которых мы должны четко в своей жизни определиться, ну, как бы, сосредоточиться. Первое. Когда я познаю, что Иисус есть Господь, я должен понять, в чем заключается Его воля. В чем заключается Его воля? Конечно, мы все знаем этот золотой стих Иоанна 3, 16, ибо так возъявил Бог, чтобы мир, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Его воля, чтобы мы проповедовали Евангелие, Его воля, чтобы мы донесли людям живое слово. Не традиции, не обряды, а именно живое слово, так как Иисус является Словом Божьим. И когда человек согрешил, у него произошли две вещи. Он порвал отношения с Богом, и у него не получается строить отношения с людьми. Люди расцениваются человеком в основном ради собственного удовольствия. Человек всегда уходит от тех людей, которые ему не нравятся, от тех, которые ему перечат, или так далее. И редко кто пытается провороть обстоятельства, чтобы выстроить. Но Господь сказал, что когда мы выстраиваем отношения с Ним, Он нас ведет к больным. Потому что нездоровые нуждаются врачи, но больные. И строить отношения с тем, с которым мы в жизни обычно не строили отношения. И когда мы эти вещи понимаем в своей жизни, то мы понимаем, что без изменения нашего внутреннего характера, нашего внутреннего запечатленности, это вообще невозможно произойти. Нам это не свойственно служить людям. Поэтому, конечно, если мы понимаем, что наша главная цель проповедования людям, то мы должны научиться наслаждаться. Наслаждаться словом, наслаждаться проповедью и давать людям живое слово. И вот, чтобы оживить наш город, что нам нужно? Нам нужно три вещи. Первое. Нам нужны пастора. Пастора, которые... Задача, которая будет заключаться в чем? Пребывать в молитве и в слове, чтобы давать живое слово. Нам нужны лидеры. И вот, прежде чем появятся районные церкви, нам нужны лидеры, которые имеют навык... Какой навык? Навык гостеприимства, навык общения, навык проповедования, которые любят людей в гости приглашать. И любят сам в гости ходить, чтобы служить людям. Молиться, общаться. Этот навык должен быть приобретенным. Потому что иногда некоторые люди думают, что я стану пастором, но если у тебя домашняя группа не получается, как ты можешь стать пастором? Если ты не любишь этот навык, дома не выстроен этот навык, я и дома будем служить Господу, чтобы люди приходили к тебе домой чай пить, общаться. Ты их вразумлял, вставлял, обсуждал их проблемы, молился за них. То если будет какое-то собрание, то это собрание долго не продержится. И очень важно и простые верующие. Вот простые верующие это люди, которые, может быть, совсем недавно в Господе, но они должны увидеть Божий план. Божий план в том, в чем они находятся. Божий план на своем учебе, Божий план на своем работе, в своем бизнесе. Для чего Бог мне все это дал и в чем Его воля. Если мы будем вот в этом молиться и об этом рассматривать, то тогда мы начнем видеть, как я и мой, ну как бы, как ты, как будет оживать твой бизнес, твоя учеба. Там будет получаться проповедование. Почему? Потому что простым верующим надо все время думать. Лидер думает о том, как помочь понимать Евангелие и создать течение слова в районе, чтобы проповедь звучала. Простым верующим надо увидеть, как оживить свой дом, оживить свою семью, оживить свое рабочее место, оживить отношения с людьми. Искать вот в этом плане. Потому что Божья воля заключается в том, чтобы никто не погиб, ничто не было разрушено, чтобы пустыни они застроились. Пастор думает о том, как оживить город. И если мы каждый будем заниматься своим местом и своим делом, если вы вот сегодня утром простые верующие будете приходить на работу, на учебу и будете молиться Господу, что Господь дай мне понять, как мне изменить течение, как мне изменить мировоззрение, как мне донести истину, в чем есть ложность, в чем есть правильное, то вы будете это искать, и вы потихонечку, Бог откроет вам ваш талант. Вот я просто свидетельствую о своей жизни, когда я покаялся, я просил Господу, говорю, Бог дай мне направление, в чем бы я мог тебя прославить. И Бог открыл талант, который во мне никогда не было, это открыть кафе. И через кафе проповедовалась Евангелие. Поэтому, если ты будешь молиться согласно Божьей воле и будешь внимательным, Бог откроет тебе дар тот, который ты никогда даже не знал. Дальше будут лидеры. Чтобы лидер простых верующих, еще раз заканчиваем, он должен иметь навык быть гостеприимным домом. Дом служащих, жена любящих людей, муж любящих людей. И любить в гости ходить, посещать людей. Без вот этого навыка лидерства невозможно. И дальше. А пастор должен каждый день думать о том, чтобы Слово Божие. Вот именно, вот когда у меня не загружен день, мне легко в 4 утра встать и начать трансляцию. Почему? Потому что я думаю о Слове Божьем. И так написано в Библии. И вот, заканчивая сегодняшнее служение, я хотел бы, чтобы вы поняли, для чего мы все это делаем. Только для того, чтобы у вас выработался навык хождения с Богом. Не навык верить Богу и знать Его Слово, а навык еще водительства Божьего и хождения, чтобы Божья воля исполнялась каждый день. Каждый день. И тогда у нас действительно в нашем городе, в другом городе, куда бы мы ни пошли, у нас приобретется этот навык. А если это главное сосредоточение и исполнение Божьей воли, мы ищем Его водительство, то Бог обязательно будет давать божественные встречи, открывать таланты и давать успех. Спасибо вам всего за сегодняшнее утро. Те, кто встали, Сережа Куприянов, те, кто встанут в Молдаве, вот я сегодня разговаривал уже с Молдовой, Украина, Ленинградский, другие молитвенные дома, которые есть, другие верующие, которые слушают Омск, Алтайский край. Давайте действительно поймем, что не просто надо религию иметь, нам надо нести чистые Евангелия, благую весть, благую весть. Заветы не Ильича, заветы не предания старцев, не заветы Мухаммеда, а заветы Иисуса Христа, чтобы любили Господа, проповедовали, что Христос – это Слово, которое стало плотью, которое должно запечатлиться внутри нас, и наши цели, ценности, они должны быть согласны Слову Божьему. И мы должны жить согласно Завету Божьему. Если мы этим будем заниматься каждый день, я на протяжении 9 месяцев уже делаю это, я вижу, что из церкви, которая сначала вроде бы тоже хорошая, большая была, но в ней появляется такая сильная, классная команда единомышленников, которые чисто сосредоточены только на том, чтобы пребывать с Богом, исполнять Его волю. Спасибо за это. И такая команда может сделать многое. Если ты будешь на этом сосредоточен, твое мышление полностью изменится, твои ценности изменятся. И когда ты будешь сосредоточен только на воле Божьей, Богу не составит труда дать тебе зарабатывать даже миллион долларов. Почему? Потому что ты все равно будешь сосредоточен делать Божью волю, как это я делал. А так как ты сегодня еще живешь в своем, Бог не может раскрыть твой дар, твое призвание в полноте. Почему? Потому что только ты это получишь, ты в своей рутине застрянешь. И вот цени вот это утреннее время, охраняя его, чтобы с утра тебе действительно сосредоточиться на Божьем. Ну, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Благословения вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok